Привет, мои маленькие мунчики! Как у вас дела? Я с вами очень сильно скучаю. Надеюсь, у вас всё хорошо. Надеюсь, вы слушаетесь маму и папу. Вы не капризничаете, вы кушаете, и всё с вами в порядке. Я вам почитаю сказку. Мисс Наташа читала на английском, а я почитаю на русском. Сказка называется «Кот в сапогах». Давайте начнём. Жил-добыл на свете мальчик, который решил поделиться своим добром между трюма сыновьями. Первый сын получил мельницу, второй сын получил осла, третий сын получил кота. Он был очень разочарован. Почему кота? Он не понимал. Вдруг кот соковорил. «Хозяин, дай мне один мешок и пару сапог». Хозяин очень удивился, но послушался. Кот отправился в лес. Там он был пойман жирного кролика и сунул его в мешок. С тяжёлым мешком на плечах кот пошёл в королевский дворец и преподнёс королю кролика. «Ваше величество!» – сказал кот. «Вот вам подарок от моего хозяина, паркиза да карабаса». Видите, кот принёс мешок королю. Король с радостью принял подарок. «Поблагодари своего хозяина и передай ему, что я очень доволен». Видите, кот раздвинул руку. Кот тоже остался доволен. Кот много раз преподносил королю подарки от имени своего хозяина. Как-то раз он сказал хозяину. «Я тут кое-что подумал. Вот нужно только залез в речку и ждать». Видите, кот говорит хозяину, что надо залез в речку. Кот притаился на берегу. Как только между деревьями показалась королевская карета, принялся кричать «Помогите, мой хозяин маркиз да карабастонет! Спасите!» Что было дальше? Король велел остановить карету и помочь тонущему маркизу. Он пригласил его покататься вместе с его дочерью, прекрасной принцессой. «Видите, прекрасная принцесса, какая красивая!» Кот Брэг бросился бежать. Ему нужно было успеть предупредить крестьянинов, работающих в поле вдоль дороги, чтобы на вопрос, кто их не хозяин, они ответили «Маркиз да карабастонет!» Король пришел в восторг от таких слов. Наконец, кот добежал до огромного замка. Смотрите, какой замок красивый! В котором жил великан. Все в этом замке было очень большое. Великан слил колдуном. Кот спросил его, «Скажи, а правда, что ты можешь превратиться в любого зверя?» «Правда!» Ответил великан. Тогда кот попросил его превратиться в маленького мешонка. Видите, какой злой колдун? Это кот. Как только великан превратился в мешонка, кот прыгнул и съел его. Вот видите, кот раз и съел мышку. Король, принцесса и маркиз да карабаст приехали в замок великана. Там не встретил кот. «Добро пожаловать в поместье хозяина!» Сказал он. Видите, какой замок большой, красивый. Вот калору. Blue yellow, blue yellow, карета. Видите? Что было дальше? Король не поверил своим глазам. «Такое богатство! Вам нужно немедленно жениться на моей маленькой дочке!» Господин маркиз воскрикнул он. Вот так, благодаря коту, сын милника женился на принцессе, самой красивой девушке в королевстве. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец. Надеюсь, с вами все будет в порядке, и мы с вами очень скоро увидимся. Я вас сильно люблю и скучаю. Му-му-му-му-му!